Вверх, чтобы не падало. Вот прибывательный. Сейчас все закроем. Вот сегодня я хочу вам преподать небольшой урок. Не потому, что мне охота тут на кухне. Дело в том, что у меня с кухни выживают. Я прихожу, говорю. Говорят, вы говорите. Поэтому никто не хочет на кухне работать, что я вмешиваюсь. Ну, зануда, лезу везде. И даже такая. А я спрашиваю, допустим, Галю, ничего подобного. То есть выдумка. Выдумка, чтобы меня выдвинуть, чтобы беспорядки оставались здесь. Не получится. Я отошел на один день и вижу кавардак. Вы знаете, что такое кавардак? Да. Вы слышали, я молюсь всегда. И во всем быть экономным. Вы молитесь так? Нет. А зачем тебе молиться? 60 лет даже не додумалась. Сколько ты продуктов перепортила за свою жизнь? Вот в Англии разные клубы есть там. Одни клубы там по наблюдению над звездами. Вступает человек, платит взносы и прочее. Есть такое, что готовят что-то они. Вот я умею готовить то-то. Ни в одном клубе ни одной женщины нет. И спрашивают, а почему женщин у вас нет? Они говорят, они не умеют готовить, эко портят. Ответ один. Притом никто его не опровергает. Проводят еще опыт. Американские. Скажите, что бы вы хотели пожелать своей жене? Вот ты, ты, все напишите. Одно условие только. Одно. Вы что они сказали? Невыполнимое? Чтоб быстрее одевались. Все готово. Мужчина вышел, газ и затянул. Ну, скоро ты, Марья? Да сейчас только сейчас. Проходит час. Она одну примерить и так, она скинула другое. Потому что это слабое создание. Так вы соответствуете слабому созданию. Не будь чугунным котлом, который разбивает горшки. Женщина немощный сосуд. Тогда это и признает она с немощным. Это тебе тогда дается замужем. Что означает? ЗА МУЖЕМ. Я не прибавляю ничего. ЗА МУЖЕМ. Есть математический подсчет, что мужчина это всегда что-то. Женщина всегда ноль. Почему? А она там. Он ее ведет. Ведущий. А вот ноль где поставить? Вот у меня, допустим, один талант. На ситуации поставите ноль, десять. А если она вперед залезет, то 0,1 осталось на двоих. Как? Хороша математика? Если сомневаешься, женись. А если ты первый раз женат и никогда женщин не знал, то тебе не надо объяснять. Ты это сразу поймешь. Вот пример. Сегодня у нас 8 июля после крещения. Еще вот сестра одна из далекого Ливана осталась. Другая из Казахстана. Он брат из Кемерово. Остался другой из Москвы. Я правильно понял? Да, конечно. Да. Я вас специально позвал сюда. Это моя возлюбленная стоит. Стоит одна из наших сестер. Вот какая-то здесь штуковина, придуманная за деньги. И она вот эту несчастную морковь истерзала всю. Вот что от нее осталось. Вот они, что. Посмотри, что она. Это все съедобное. Не думаю, выбрасывать. Обмыть и сварить. Вот это ты можешь бросить. Вторая. Вторая, гляжу. Она вторая взяла. И вот они, леды какие. Вот в Румынии. У них, ну, это, конечно, тут можно всяко играть. Невесту проверяет, какая она. Дает ей большой сыр. Как она будет? Одна начинает мыть, шоркать. А бывает и не знают, что делать. Другая начинает срезать. Вот такая вот. Первая неряшливая. Вторая расточительная. А что нужно сделать? А взять, я не знаю, на чем показать. Вот это сыр. И вот так вот можно скабривать. Я у вас подошел сегодня. И дай-ка смотри. Вот это уже пощернение идет. Вот она. Совсем еще нету. Все. Это я уже очистил ее. Ты могла так сделать? Сравни. Здесь одна грязь. А здесь все целое. Вот она тут срезала, все целое. Вот целое. Она ее выбросила. Я беру эту, вот она черная, другая морковка. Я срезаю ее по миллиметру. И наконец остается только черное пятнышко. Я сказал, ничем пока не заниматься. Это никуда не денется. Минутное дело. Вот она лежит здесь. Я ножом выковорил и все. Я о ком говорю, понятно? Морковка ценна не всем, что ты жуешь, а то, что может не жуешь. Надо на самые мелкие сейчас натрут терки. И это каротин. У нас есть институт МВД юридический. И там мой знакомый работает. Преподает кибернетику всякую разную. И напоминает. Что, что я делаю? Свободно входит. Намного выше, чем в книгу Гиннеса. Ежедневно я нахожусь за компьютером. 14-16 часов. Непрерывно. За 9 лет издания в книгах больше 30 тысяч часов. И все один вопрос задают. А как зрение? Я и вас вижу, что это мужчина, это женщина. Я должен был ослепнуть. А какие капли? Никаких. Никто не говорил. Мой организм подсказал, что нужна морковка. Вот у меня специально здесь половина окна. Вот где окно разделено. Я сказал, вот это моя счастье. Можете не трогать. У меня здесь нож. Тащила. Особая чашка. Ложка. Вот все. Кружка. Вот заметьте как. Закрыл газетой, чтобы мухи там не трогали. Я начинаю тереть. Как? Утерты. Сколько? Четыре вариации. Все меня не касаются. Первое. Это. Самое мелкое. Начинаю натирать. Вот так вот раз. Наискосек. Непрерывно, чтобы рука шевелилась быстро. Вот тут люди теперь я ее тру. Это я вам сейчас на ту даму стол. Дальше. Понятно. Специальная посуда. Я ее употребляю каждый день. Кто за столом сидит? Никто не отказывается. Сидит Никита. Сидит Володя. Другой кто-то. Ну, две морковки. Большие даже. Кому бы не дал здесь. Вот я беру сколько. Остальное по столу. Первый вопрос. Кто тер? Бывает, кто-то заменяет. Тому. А ты распредели по ложке. Вкусно? Очень. А что это? Главный каротин. Никаких капель не надо. Ничего больше не надо. Два раза в день. Ну, а кто вам сказал? Я повторяю. Мой организм, которым я управлять должен. Меня никто не учил этому. Я про это не считал. Потом только узнал. Ну, теперь уже проверено. Зачем ты портила морковку? Зачем ты верхний, самый питательный слой энергетику всю снесла? А сколько ты за 60 лет перепортила-то? Это вагон. И сразу вопрос второй. А лук тоже жарить нельзя? Простящее выражение. Кроме вони там ничего нету в луке. Если ты его и жаришь. А для аппетита? Тебе где не давать есть? Больше не надо. И луку не надо. Все сметешь. Для вкуса. Не давать. Лук. Это самое, как я не может ошибусь, виноцеды и прочее. Что помогает укреплять десны. Вот лежит человек, у него инсульт и то другое. А спросите, инсультов много у евреев? А почему? Щеснок. Они в пустыне ревновали о щесноке. Щеснок помогает это все разворачивать. Кто-то любит щеснок. И правильно. Он что-то там делает, чтобы тромбов не было. Как можно узнать, говорит, вот допустим в темноте, еврея, опаюхай в определенном месте и ты увидишь, чем он пахнет. Щесноком. А можно? Никогда. Дальше. На кухне что делать? Я сейчас буду сделать... У меня лежат здесь... Вот уже... Только сказал, уже нету. Ой-ой-ой. Вот я взял много таких вот хлопушек. Я вчера пришел здесь. Две минуты 50 мух примерно убил. Все, их нету. Прихожу. Не трожьте. Это хлопушки. Вот где переворачивается, ну не по отдельно. Здесь отдельный листик, а там лист за листом. Вот всем бить. Берет то за это, то за это. Ну там же муха так побит и кишки ее. Не понимаю. Притом все. Вот я сделал ее. Смотри. Вот где она сворачивается. Это уже ее... Вот лист переворачивается туда идет. Тут меньше. А тут каждый по отдельности. Вот это брать. Свернул. Положил. На каждое окно положил по 7 штук. Надежде дал. День-два прихожу, нету. А там большие пачки газет. На крышу залезть там. Речь идет не о килограммах. Я в один раз вывелся за 4,5 тонны. Я имел доступ к тому, что в разных киосках не продали и мне все сдавали. Для будущего поколения у меня только проверенный газет. Архив здесь. 750 килограмм. Понятно? И подчеркнуто, на что обратить внимание занимаюсь. Вчера только положил. Прихожу. Вот это развернутое. И на ней стоит уже что-то. Это не то, что не уважение. Это вредительство. Хлопушки назначение. Бить мух. Больше ничего нет. Обрезать ее не надо. Я не знаю, что говорить. Вот ребятишек поставили за хлебом. Вот ребенок у нас такой бачок стоит. Но там земля везде. Он попил. А черпать ведро. Все это мокрое. И ставит ее в пол земляной. В лагере. Ее только отмывать надо. Следующий берет. Даже не глядит. Она на земле уже стоит. А рядом блюдечки, на которые надо опрокинуть. Это дети. И он прямо этой кружкой лезет. За хлебом послали. Я никогда не думал, что они могут с этим хлебом сделать. В деревне там сготовили. Надо принести. Я только уже дальше наказываю. Будете нести? Писать захотите? В мешок писать не надо на хлеб. Понимаете? Люди не сами по себе движутся. Кто-то ими движет. Или движимый духом святым писал. Ну я просто писал. Не просто. Писали святые божьи человеки, будучи движимы. А здесь тот, который в интервью берет. Интервью дьявола. Он движет. Я вам говорю то, что общепринято. Здесь сода лежит где-то сбоку. Соду вообще не трогайте. Она вам не нужна. Сода для погашения излишней кислотности. Посуду мы ведь надумались. Зачем? Сколько ее истратили? Это все деньги. Ни копейки никуда. Иначе ее применяют, когда жирная посуда. Она хорошо отмывает жир. Я пока расскажу. Потом пояснишь. Теперь смотрите. Вот кастрюлю. Вы ее открываете. Все до одной женщины. Она поднимает, открывает. Еще пояснять надо. Вот допустим ложка. Она лежит здесь. Это пылинка. Куда она полетела? Ее скинула. Все туда. Ну ты это понимала. Глазами хлопать стоит. И не дура. Высшее образование. То есть двойная дурнина в ней. Ну можно не переворачивать. Она тут сняла в сторону. Ну 20 сантиметров. Теперь положим вот так. Где-то она будет ложить туда. Еще прилипла. Все равно туда. Свиньи грязные. И притом ежедневно. Говорю. Она не может вывернуть отсюда. Почему? Когда говорить мне это противно. А если бы ты где-то услышал. Говорят в Латвии. Везде. Там эти националисты. Они русских не любят. А я приехал в Латвию. Я ничего не знаю. Я только подъезжаю. Первый раз в жизни еду туда. И уже купил учебник. Начинаю учить. В общежитие пошел. Где латыши? В латышскую бригаду. Через 30 месяца я с ними разговариваю. Они мне не знают куда посадить. Русские спрашивают куда пройти. Он показывает вот так вот. Куда идти? Они ненавидят русских. Это вы их ненавидите латышей. Ты узнал их обычаи? Как они едят? Я приехал в Грузию. У них как? Кусочек уронил. Не просто его выбросил. Ты обязан поднять его. Поцеловать. А обдуть и съесть. Со стола имеют право крошки все снимать. Только старейший дом. Это высшая честь. Как голова лошади. Когда сварят все у казахов. А то самому по счетному гостю отдается. Ну ты мог эти обычаи-то узнать. Не топтать их ногами. Сколько лет живешь? Восемнадцать. А что ты здесь? Я не знаю. Языка не знает. За восемнадцать лет по одному слову в день учить. И ты бы уже сколько? Нож. Триста шестьдесят пять. Мы искать должны вину сами в себе. Теперь нож. Учиться ножом. Вчера, гляжу, голову дал зарезать. Там она оказалась. Рыбья голова. Разрезать кошкам. Она у них будет резать. Подложи бумажку. Вон сколько. Разные-разные. Это для хлеба. Это вот такие вот сделал местный Андрей. Санэпидемстанция Роспотребнадзор. Сказали сделать из другого дерева. Сделали. Твердое дерево. Твердое дерево. Ну положи на нее в газетку и разрежь. Кошкам. Нет. Она ложена в железное. И в железе режет железом по железу. Я только нож вытащил. Уже все нету. А что с нами делается-то? Я вам конкретно показываю и рассказываю. Теперь. Где бы ни было. Вот у нас каждый день. Каждое воскресенье трапеза. Сестры все наизусть знают. Нож. Там. А здесь. За столом. На стол можно убрать. Там режьте. А там это означает. От коего расстояния. Как до Владимира. Там где готовите. Там ножи лежат. Не затаскивайте сюда. Ножи сюда принесут. Я беру нож этот. И выбрасываю его. Под стол там полетел. Какой злой. Нож бросил. А изрезали клеенку пятый раз. Сидит режет. И лежу. Разрезал. Я клеенку вот так вот снял. Ему на плечи повесил. Завтра чтобы новая была. Это твоя. Ты ее снять. А только что положили. Ты ее изрезал. Зачем? Сколько досок? Это умно? Я беру мелочь. Кухонная. Как переваривать в 10 раз. Картошку женщина вообще не умеет варить. Я ей говорю яйца. Три с половиной минуты. Кипяток. Смятку. Нет. Она так рыбу варит. Что у рыбы глаза в потолок вылетают. И жарит. И жарит. А спистархоз. Он умирает. Никакого спистархоза нет. Гальян. Мы всегда в судочке ловили его. Соль толкнул. И тут же в рот. И ни один не болел во всей деревне. Вот за стол. Стол большой. Подхожу. Вот так вот висят. А тут женщины ходят. Это еще такое. Ну вот смотри сколько места. Не трожь. Я объясняю. Она же дрожит. Скорее убрать надо. Почему ты не поставила. А почему ты подошла сейчас и сразу все бросила. Это все враг делает. Чтобы не показать другим. Что ты напортила здесь. Обмыть. Вот это найти. И положить. Сварить. Если не нравится. Себе отдельно сделала. Нет. Мне отдельно. Это все все удобное. Вот так вот. Зачем чашку ставишь. Притом абсолютно везде. Я не ставила чашку так. Ну. Сегодня ты не ставила. А в жизни-то твоей сколько ты раз ставила. Ну. Контроля-то нету. Ну ты меня уж. Прости. Не буду я делать исключения. Не знаю. Может быть одна единственная на всю вселенную. За тысячу лет. Вот она. Единственная такая. Ну. Все время. У нас трапеза. И когда бы я не проходил. Вот так. Мало того. Если кружка в ней залита. То она обязательно. Кружка подвинется сюда. И ложкой. Чтобы торчала. Чтобы шел. Задел. И уже. И на полу пролито. Ведро опрокинутое. Здесь нельзя коснуться. Пол был полностью сгнивший. Прошу. Не больше пол ведра жидкости. Рядом вышел. Выплеснул. Еще подобного. Прихожу. Ведро вылито здесь. Если ты в мало не верен. То тебе больше верят. Печка. Дров у нас. Заготовлен на несколько лет. К плитке не подходить. Нет. Повернет. Сел и уехал. А рассчитывать это мне. И сколько же вы намотали здесь опять за лето. надо. Я ведь. Забочился. В первую очередь. О себе. Эгоист. Такой. Лук. Не прикасайтесь. Если не знаете. Не трожьте. Подайте его. Изрежьте. Вот она сейчас там. Крошит. Подайте. Зелень. В чашку положили. Это нам для пользы надо. А которые. Смотрел. Там ничего нет. Ничего. Кроме. Вкус. Понятно. Что я говорю. Да. А начинают по крышке до содержимого. Все неправильно. Богу слава. Аминь. Вовеки слава. Аллилуйя. Когда вот это приносят. Плотную друг к другу. Были. И с этой не сходить. Чтобы вода попадала туда. На резину. На коврик. Все расставят. Вода уже здесь. Ну вы видели как было. Ну движения одного нет. Чтобы было правильно. Почему? Безумие. Потому что ответ. Не молитесь. Если бы ты молился. Господи. Не лиши меня здравомысля и рассудительности. Аминь. Один. Пришел. Из баптистов. У нас был. Ну вышел. Никто не знает что сказать. Он говорит. Знаешь. А уже свежки покупает. Он говорит. У меня такое. Молчанов. Николай Дестерович. С Мелитополя приехал. И он говорит. У меня такое складывается впечатление. Я вот православный теперь. Что Бог никогда не избирал православных. Или набрал одних дураков. Осипов. Тут два варианта только. Ничего не знает. Осипов. Ставит ролик и говорит. Служение бесам. В церкви. Бесам. Не Богу. По плечу колотища из какое плечо передать. Молитвы то нету. Туда сюда ходят как одеты. Стоит ткачок говорит. Соловьем заливается. Ну прекрасно. И вдруг. Кто снимал. Маленько. Мы там все показываем вокруг. Погодули. А там у него такой кавардак. Там заходят. Торгуют. Я зашел в храм Софии. В Киеве. Грешный человек. Я только один вопрос задал. Там трамвайная линия. А почему трамвайную линию? Прям линию сами. В храм то не завели. За час 750 человек зашло и 750 вышло. У нас ни один не зашел. И ни один не вышел за 28 лет. А почему? Наблюдатели. Староста. Такой порядок в храме. Ты видала где-нибудь? Как одеты. Вот вы пришли. Вам сделано замещание. Вы привели себя сразу же. Мужчины. И мужчины сразу переоделись. Надежда Васильевна тут целый. Сундук говорит. Одежды принесла. Переоделись. Все пошли. Работать надо. Нам придется отвечать за все, что мы делали. Кого вели в соблазни. А когда люди повели. Видели. Стариса Савская. Она удивилась. Как служит за столом. Я особенно подчеркиваю. Я говорю. Не наклоняйся. Вот. Вертикаль стола. За нее подбородок, чтобы не заходил. Василий Великий говорит. Всякая скотина, животное наклоняется. А человек подносит. Не бери ложку. Пока не возьмешь в левую руку кусочек. Подчеркнул. Поставил к себе. Подальше встать. Вот так. Если не понимает. Я человек отодвигаю. Опять. Не трогай чашку. Отсюда. Руки-то движутся. Смотри, как сочинение. Поешь однажды правильно. И сразу только садиться. Руки до сих пор. Всегда движут. Зачем руками на стол лезешь? Зачем? Написано, стыдись облакащивания на стол. Это бесстыжий. Я говорю вещи, о которых говорить не надо. Стыдно. Но приходится. Хочешь что-то поняли? Конечно. Пока не уедете, больше этого не делаете. Не бери за морковку, которую ты не любишь. Вот. Она у тебя какими гранями вся идет. А у меня она ровная. Опять аккуратненько теперь. Снял. Сейчас я буду тащить. Вам понятно? Начинайте свою работу. Я подготовлю. Накормлю вас. Надо 3 ложки. Добавить сахар. Вы же не отклали еще? Нет. Здесь ничего не брать. Это второй нож уже. Рыбу отнесите. Да, это второй. Аккуратненько. Аккуратненько. Вот досок много. Для рыбы. Для овощей. Для хлеба. Бери. Радуйся. От него крестница говорит, сам отрежусь исполнить всякую правду. Я говорю, поэтому, когда у нас было занятие там первое, когда приехали братья с Казани и с ними колеников, я говорю, поэтому так получается, что сам Иоанн Креститель не крещеный. Колеников. А что это Он не крещеный? Кто тебе это сказал? Ты это от себя или где-то читал? Я говорю, я тебе сейчас еще раз читаю Слово Божие. Там что написано? Мне нужно креститься от тебя. Значит, Он не крещеный. И ты ли приходишь ко Мне? И что Господь говорит? Давай я тебя по крещу, кто при меня? А Он как говорит? Нам надо решить исполнить всякую правду. И креститься от Него. И выходит из воды. Написано. Поэтому там больше ничего. А может Он потом, говорит, Его крестил? А потом крещение было не Иисуса Христа, а учеников. Крещения Иисуса Христа вообще-то вообще не было. Оно стало. Умывания грехов не было. Это было подобие. А когда началось? Когда Иисус Христос дал им дары Духа Святого. Это было в горнице, когда Господь уже вознесся. Это было на 50-й день после воскресения Пасхи. И тогда Бог Святой сошел. Так дальше Евангелие от Луки. Чему подобен? Это не Евангелие даже подобно. А сам Евангелист подобен. Да. Животному? Тельцо. У меня, вот я, вот это, тельцо, тельцо. А у нас чем подобен? Бол. 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 Почему? Нет. Он похож на Ума. А Ука похож на Ума. А Ука похож на Ума. И почему? Бол. Бол. Тельца. Тельца. Хорошо. Потому что рассказывает о жертве. О жертве здесь рассказывает. Захария. Захария. Он послужил какой-то телец. Да. Он был самым большой жертвоприношением. Да. Это жертва. Вот. И Евангелие от Иоанна? Это подобно Льву. Он подобен Льву. Потому что Лев это царство Львовное. И все начинается там. В начале было слово. Слово Голубого. То есть рассказывает о Боге, как о царе. Да. А в другом месте его сравнивают Евангелист Иоанна с Голубым. Это уже какое-то другое сравнение. Нет. Потому что у нас. Потому что все это относится к языке или первой голове. Вот то, что мы сейчас говорим. Здесь да. Здесь да. Я между. Здесь и везде. Здесь и везде. А вот. Немножко по-другому. Есть. Такой. Михаил Архимандрит. Который. Толкование у него есть на Евангелии. У Михаил Архимандрита. Там он. Немного по-другому. Это у него. Да. Я читал параллельно. Там чуть-чуть акценты как бы смещены. Орел там и Ангел. Потому что это духовное Евангелие. Матфей это Ангел. Оно прозревано. Марк Лев. Там. Матфей это также с лицом человеческим. Да. Ангел. Ангел. А там наоборот переставлено. Что вот. Нет. Не наоборот. Марк. Это. Марк там Лев. Лев. Да. А в Лукате Лев. Ну там это также. Да. 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 То есть. Орел. Это. Евангелие. Это именно. Да. Ну. Так как мы по федералту болгарскому разбирались. Поэтому. Да. Поэтому что много.